Весна вступает в свои права. На столбиках термометров плюс семь. Самое время начинать подготовку к летнему сезону. Скейпбордисты-бэймиксеры уже несколько дней до блеска начищают парк для тренировок. Тему продолжит Наталья Дуркина. На первый взгляд может показаться, что велосипед-бэймикс не для такой хрупкой девочки. Однако Ульяна Агапитова доказала обратное. Малышка уже знает пару трюков и часто ходит в парк оттачивать навыки. У меня сначала начала эту деятельность папа. Мне понравился просто его велосипед, и потом мне начало быть трудно на нем. И я захотела, как у всех, самокат. Мы посмотрели всякие ролики, увидели, что самокат для меня будет очень опасным. И папа пришел к выводу тому, что можно купить бэймикс только поменьше. И вот так вот все началось, и я вот начала на нем именно кататься. На площадке тренируются не только бэймиксеры, но и самокатеры. Один из них – Никита Дмитриев. Мальчик уже три года занимается активным видом спорта. Я сам все учусь, мне никто не помогает. Ну, может, иногда какие-то недочеты есть, кто-то лучше меня катает. И помогает просто поставить какой-нибудь новый трюк, и все. После долгой и холодной зимы ребятам скорее хочется на свою площадку. Именно поэтому Александр Иванов решил собрать большую спортивную семью, чтобы расчистить скейт-парк. Как началась хорошая погода, сразу появилось желание кататься, начали убираться. Убирались примерно дня четыре. Как хорошая погода, так сразу. Потому что все хотят кататься. Все хотят сразу убрать, сразу идти кататься. Многие занимаются спортом. У нас человек больше 50 точно. Если прям в теплый, жаркий день всех собрать, то будет очень много. Помочь привести юбилейный парк в порядок собираются и представители Центра молодежной политики. 24 апреля они организуют субботник и приглашают всех неравнодушных. 24 числа, именно в эту субботу, мы подключаемся к всероссийской акции по всероссийскому субботнику. Планируем здесь вот в парке юбилейном, а также вот в скейт-парке провести субботник с участием молодежи. Максимально просим всех подключиться к этому мероприятию. Хотим устроить такой небольшой праздник даже для ребят. Сделать музыкальное сопровождение, организовать какие-то конкурсы, площадки для ребят. Думаем, что будет интересно, главное, что это будет полезно для нашего парка. Мы приберем территорию и позволим детям в комфортных условиях у нас здесь играть, заниматься спортом. С собой необходимо взять лопаты грабли. Перчатки и мусорные пакеты будут выдаваться на месте. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.